это программа двр вместе с катей никита это я а катя это я меня зовут катя я из можно говорить города я из череповца вот мне 21 год у нас вообще программа знаешь про детей верующих родителей я так понимаю что ты с этим как-то связано да у меня и папа верующие мама верующий но мой верующий только во втором поколении вот я во втором поколении это здорово но у меня родители на самом деле очень-очень они я родилась в верующей верующей семье вот но папа потом связал свою жизнь с алкоголем в итоге они потом развелись вот но ну с папой у меня очень сейчас хорошие отношения мама с папой хорошие отношения вот у него две замечательные дочки с родными свободно это если бы у меня очень очень мы было бы еще ребенка сходные получается как ты пережила развод ну когда они развелись мне было семь лет но я нормально перенесла это как бы если бы я была старше это было бы сложно вот но всем это нормально было в твоей семье было много ну вот расскажи я думаю что вот в целом просто чуть-чуть осущу о чем у нас передача чтобы тебе было наверное мы разговариваем про отношениях внутри семей и твой случай я думаю что он если ты поделишься у многих людей на самом деле было такое ты можешь поделиться это с точки зрения того как прошел ты человек будучи верующим я думаю что многим людям которые вот сейчас смотрят нас у которых была такая ситуация если не услышит твое твой случай это может помочь если не хочешь мы можем не я как открытая книга все расскажу ну папа начал пить когда мне было года три вот когда 2 раньше за чего это могу начать нет но у него очень много друзей было которые прям выпивали вот и у них с мамой большая очень разница в возрасте была 10 лет ну я считаю что это большая вот и да он старше вот и у него очень много было знакомых он в тюрьме сидел там по воровству что-то там металл воровали продавали вот он сидел в тюрьме то есть это тоже могло отразиться вот ну и в детстве очень сложно было мне очень стыдно за своего папу было потому что мы когда с друзьями гуляли там ну по кустам детишки мы бегали вот это заходишь в кусты а там мог папа спать вот или у меня еще бабушка пила тоже там группа продленного дня в школе вот мы гуляем и бабушка пьяная идет и я за дерево пряталась я очень стыдилась своей семьи на самом деле вот спасибо что кроме тебя тяжело об этом говорить нет у меня сейчас хорошее отношение с папой но бабушка умерла вот я тоже потом мертвые нашли ну она была верующей но как не крепкой ты ну как бы верующие ты дошла до этого сама или как с мамой как ты поняла что ты верующий ну здесь вот то что мы родились нам в церковь в детстве ходили у меня была у нас соседка очень была хорошая даже когда мама прекращала ходить церковь там какие-то проблемы начинались ей нужно было работать она меня всегда собой в церкви брала вот она очень прям она очень верующая вот она прям потрясающий человек она всю свою жизнь положила на спасение людей она не замужем была и сейчас она не замужем вот она взяла обед вот и вот она очень много в меня вкладывалась я у них постоянно домашних группах было вот мне очень нравилось как они на иных языках молились и его для меня это очень было что-то потрясающе да конечно для меня это я начала конечно молиться по как как будет до этого 10 13 лет вот я начала 18 вот но это что-то конечно очень потрясающе было вот на троицу вот представляешь на троицу да у нас был призыв к алтарю за молитва за крещение духом святым вот я вышла я сразу на них начала говорить вот а потом у нас еще была подготовка к крещению вот и мы сидим там мне на что-то начинает какая-то тема была а у меня все молилась молилась я просто так сидит потому что раз сам говорю вот но я часто молюсь на иных языках если тебе нужно было сейчас неверующему человеку объяснить что такое иные языки как как ты это делаешь но это личное общение с богом когда ты по сути сам не понимаешь что ты говоришь но твой дух он станет что тебе нужно вот и это действительно личное отношение с богом общение вот который я вообще не может вникнуть и проникнуть там в тему какие-то вот то есть твой дух общается с богом это очень круто это интересно почему ты решила выбрать сторону бога они делала ну потому что внешним уютнее вот он я росла без пап он как мой папа был действительно и поддержка и во всем то есть к нему можно было совсем обратиться он бы не помог мне кто для тебя бог помимо ты сказал он папа папа лучший друг лучшая подружка вот во всем все эти как тебя происходит с ним общение молитве вообще никак вечером как ты его чувствуешь как ты чувствуешь бога но просто когда на душе мир спокойствие уют такой вот когда ты можешь даже просто идти молиться можешь быть посуду вот после приходит комфорт конечно он же отвечает через людей через действие может просто в мысли что-то дать какой-то и запомнила яркий пример ответа от бога на какую-то молитву ой я сходу не скажу не скажу не скажу ну пожалуйста ну прям прям так на то что у меня могло обратиться внимание нет ну по мелочам каждый день какие отношения у тебя в школе были с ребятами ой хорошие я душа компании в детстве было вот ну как я не учусь просто у меня сейчас в основной круг общения это церковь вот я закончила год назад потом вот все в служении в служении и сейчас на этот год поступила на вышку вот до этого я колледж закончила вот сейчас на высшее поступила вот куда специально дефектологическое на лакопеда ты обычно молишься до еды или после могу до могу после поблагодарить бога за еду что ты любишь кушать а я очень люблю итальянскую кухню пиццу и пасту ты пробовал когда-нибудь жучку но они не аппетитные тоже не пицца ну смотря с чем знаешь нам задали такой вопрос прошлый гость задал нам вопрос который нам нужно задать тебе если у тебя была возможность изменить свою жизнь чтобы это было я бы ничто не стала менять потому что она что-то сделала сильнее где-то я стала умнее вот где-то я могу наоборот своим опытом и другими поделиться вот то есть ничего в нем нет вообще ничего супер давай сразу придумаем вопрос следующему гостю нашему можем потопить можем придумать какой-нибудь что-нибудь такое интересное какое животное он любит почему давай ты ответишь на этот вопрос а я люблю очень собак у меня у самой большая такая собака лабрадор вот у меня есть еще улитки вот она и до большая такая улитка и две красноухие черпахи они же склизкие они очень классные не так ползают классно а черепахи кусаются не друга как но если в руку не сунуть так за панцирь берет как ты собираешься воспитывать своих детей любовью разговариваю но если не понимает можно помешка дать отдать поддать ремешка немного знаешь библию может быть хорошо знаешь может или может быть может быть хорошо может быть плохо давай проверим это давай начнем с чего-то кто построил ковчег 0 какой что намеревался сделать валаам когда с ним заговорил осел проклинать евреев предложить свои услуги проводника странствующему израильтянам благословить евреев или принести еду странствующему израильтянам первое проклинать евреев а ты в ответ не подглядываешь точно но у меня зрение хорошее конечно какой царь да это был кстати какой царь был отцом и анафана ксеркс ирод соломон или сау а ты это показал типа это правильный ответ да третий давай первым ксеркс нет нет просто методом тыка неправильно я однажды химию сдавала и думала методом тыка сейчас химию напишут и тестовое задание вообще не попало ни в одно чья жена сказала ему проклясть бога и умереть кайна саула матфея или иова 3 4 а ты вспомнишь что это нет и о но ты в целом была права хорошо дорогие друзья давайте поаплодируем спасибо тебе пожалуйста давай один совет нам нужно будет убегать один совет любому человеку он сейчас видите 15 секунд его жизни могут изменить эти 15 секунд могут изменить его жизнь относись ко всем по-доброму будь добром даже к гиенам гиенам но я никогда не видел но может быть было бы добрый даже убегала готов к насильникам их можно простить но быть добрым ну то есть относиться к людям уважительно это твое воспитание уважать этот это уже твои решения сегодня закрывать программу будешь ты поэтому давай на камеру спасибо до свидания всем ставьте лайки подписывайтесь на его канал телеканал не знаю делегают Pacific а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok